друзья приветствую всех 25 августа двадцать третьего года время 11 часов дня с вами кселяндрия рыбин воды налил это вода простая из-под крана так что ничего там нет решил записать это видео несколько как такие ответы на вопросы то есть признаюсь много вопросов задают по поводу вот этого крушение самолета пригожина и вопросы такие вот как вы считаете то есть действительно ли погиб пригожин либо же он инициировал вот это вот свое убийство прочее прочее то есть такие вот вопросы которые сейчас даже даже в ютюбе везде номер один вопрос а там ли был пригожин сам а вот что поэтому решил записать это видео что скажу по этому поводу необходимо в этой жизни различать вещи которые являются важными и которые являются из раздела интересно так вот вот этот вот вопрос относительно пригожина относится именно к разделу интересно то вот вот интересует вот так ли это был вот это ли произошло вот это так вот вопрос из раздела интересно они ничего не никакой значимой весомой информации не несут только лишь развлекательные все то есть они ничего не привносят для человека не полезного не вредного ничего так же как и и к событиям которые разворачиваются это чисто интересно вот как интересно например вот в стакане а в этом вода ли там ну вот поэтому это это все настолько мелкая а что же а что же важно является важным является например такие вот вопросы как будет ли украина разорвлено захвачено либо же ее менет это участь то есть вот это вот такие вот действительно серьезные вопросы которые требуют внимания соответственно размышлений как этого как это этому этому противостоять хотел сказать как это можно изменить и прочее то есть вот это вот глобальное а то что там пригожина и что там случилось или там куда там зеленский поехал или там что там путин сказал что там лукашенко что-то там какую фразу произнес это такие мелочи точно так же как вот в отношении вот с этим стакана воды абсолютно неважные вещи для того чтобы посмотреть именно вот с этих вот значимых событий для этого конечно нужно посмотреть как те принципы которые были данным людям пять тысяч лет назад две тысячи лет назад вот как они применяются сейчас потому что это непосредственно связано с событиями которые будут происходить то есть то что происходит сейчас тем самым люди закладывают основания тех событий которые произойдет в недалеком будущем так же как то что происходит сейчас является результатом событий которые происходили на протяжении событий до того поэтому если люди видят что принципы которые были даны людям как то возлюби своего ближнего к самого себя возлюби своего господа бога всем сердцем всей душой всем разумением своим то есть два основных таких принципа если они не выполняются если вместо них если эти принципы замещаются такими принципами как ненависть злоба зависть негодование сюда же относится страх то результаты естественно естественно результаты они будут исходить из этого что еще скажу так же вот у многих людей такое мнение складывается что якобы там вверху там вот вверху так сказать руководители в том числе руководителя российской федерации вот у них там есть планы чуть ли не там на пятилетку вперед планы как разгромить украину то есть все они распланировали есть план а план б план с план а не выполняется вступает в силу план б и так далее и так далее а украине руководители беря беря внимание вот эти вот планы а б и ц д россии разрабатывают свои планы точно так же а б ц д и так далее планы контрнаступления вот такие вот там головы сидят и вот они думают об этом мудрецы так вот по этому поводу я хочу вас разубедить и кстати чтобы люди опустились на эту землю там находятся точно такие же люди как и все остальные ничем не отличаются даже от того что там собирается больше информации даже от того что там все бабки которые сидят у подъездов они им сообщают там соседи такие какие-то там делали тот то есть даже от того что вся эта информация собирается вот в этих вот руководителей но эти руководители такими же и остаются в понимании поэтому они могут принимать только только такие решения которые свойственны их уровню понимания все как бы люди не хотели чтобы ими якобы мудро руководили увы это реальность то есть нельзя например там от кота требовать чтобы он гавкал потому что это не свойство кота и так во все поэтому поэтому пожалуйста понимаете то что планы которые разрабатываются они не долго не на долгую перспективу то есть это даже не шахматная команда то есть не шахматная игра там где думают ну да там по десять шагов вперед нет 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 здесь к сожалению хорошо если там на три шага вперед подумают а так к сожалению вот понимание людей очень 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 ограничено поэтому и результаты этого точно так же точно так же и в российской федерации вот и благодаря этому и как раз уровень вот этих вот военных столкновений как раз находится на таком же уровне то что называется что там бардак что там бардак поэтому вот на этом уровне и находится так же как успехи контрнаступления успехи там защиты с той стороны и так далее вот то есть вот я хотел записать это видео для того чтобы люди научились понимать что есть важным что есть второстепенным и соответственно относились к этому соответственно хорошо какие вопросы задавайте с вами был Андрей Рыбин всего доброго свидания с Богом до новых встреч